МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане. Инициативу озвучили на заседании Координационного совета под председательством Генерального прокурора. Для начала давайте посмотрим небольшой материал. Более 70 детей состоят на учете с наркотической зависимостью в Казахстане. Такие данные в начале месяца озвучили Минздраве. В частности, врачей пугает распространение синтетических наркотиков. Они, по словам специалистов, сильнее разрушают центральную нервную систему, формирование которой заканчивается 24 года. Соответственно, если молодой человек в 15, 16 или 17 лет принимает наркотики, то с большой вероятностью у него не сформируется нормальная центральная нервная система. Способности его будут ограничены. Стоит отметить и непосредственную угрозу жизни из-за случаев передозировок и в целом сокращения продолжительности жизни. Сейчас в республике стоит вопрос проведения скринингов. МВД совместно с Минздравом и другими заинтересованными органами разрабатывают комплексный план по противодействию наркотикам. Так в Министерстве просвещения отметили, в вопросе профилактической работы очень важны совместные усилия не одних педагогов, но и родителей, и правительственных организаций, и других госорганов. Итак, нужны ли центры реабилитации для наркозависимых детей и подростков? Да, отвечает психолог Александр Рущук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ответ нет будет отстаивать гражданский активист Чингис Лепсибаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, господа, давайте я вкратце объясню вам и зрителям правила нашего проекта. Я буду предоставлять каждому из вас по одной минуте для того, чтобы вы сформулировали свои аргументы за или против. Выходить за рамки этого временного лимита категорически нельзя. Перебивать оппонента, мешать ему, когда он держит слово, категорически нельзя. Если вы нарушите два этих простых правила, я буду вас наказывать. То есть отнимать у вас определенное количество голосов зрителей, которые будут за вас отданы. А именно вы, уважаемые телезрители, будете решать, кто из экспертов прав, а кто нет. Для этого надо просто позвонить на один из указанных номеров телефонов на экране. Это для вас абсолютно бесплатно. Не важно, городской номер, мобильный, какой регион. Абсолютно не важно. Это бесплатно. Принимайте участие, решайте, звоните. Итак, раунд первый. Введение. Поехали. Господин Рущук, вам начинать ваши 60 секунд, для того, чтобы вы объяснили, почему вы за создание реабилитационных центров для наркозависимых детей и подростков начались. Хорошо. Я за, потому что я работаю много времени, много лет уже в разных странах с зависимыми. Я понимаю, насколько это глубинно разрушительная история. Потому что за короткий срок человек просто сходит с ума. У него просто разрушаются отношения, разрушается ум. Соответственно, он не может дальше ничего делать. Не за себя решать, не принимать какие-то решения, не жить как-то адекватно. И он совершает разного рода правонарушения. Соответственно, очень важно создать реабилитацию, потому что самостоятельно из этого выйти практически нереально, если уже есть зависимость. Простой психолог не поможет. Простой нарколог или таблеточка не поможет. Мы можем убить человека. Он может сойти с ума, где будет точка невозврата. И тогда кто будет за это отвечать? Вопрос. Сомневаюсь, что вот найдется сейчас ответ. Нет, вот кто станет за себя, кто будет за это. Но попробуем послушать вашу позицию. Я так понял, что вы закончили. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Господин Лепсибаев, ваша минута для того, чтобы изложить аргументы, почему вы против создания реабилитационных центров для наркозависимых и детей и подростков, началась. Ну, хочу открыть большую тайну. У нас уже десятилетия существует несколько сотен таких центров в Республике Казахстан. И если в Генеральной прокуратуре об этом не знают, то хочу сообщить им такую радостную новость. Первый момент. Второй момент. Я предлагаю не создавать с нуля в 2023 году какие-то непонятные центры, непонятно кого туда приглашать, а просто оказать содействие уже существующим центрам, опять же, имплементировать международную практику и заняться еще одними вопросами. У нас почему-то, как всегда, любят бороться с последствиями, а, например, с причинами бороться таки не хотят. Причина наркомании – это отсутствие, в первую очередь, вторичной занятости, отсутствие досуга, отсутствие нормальных психологов в школах, отсутствие регламентированного порядка выявления тревожности и большое количество разводов, большое количество детей из неполных семей. Это основные причины, скажем, возникновения наркомании. Стоп, время закончилось. Спасибо большое, господа. Итак, предварительные результаты начала этого выпуска выглядят следующим образом. Точку зрения господина Рущука поддержали на данный момент 175 человек. Мнение господина Лепсибаева разделяют 33 телезрителя. На этом заканчиваем первый раунд введения и переходим к раунду номер два. Вопросы и ответы. Поехали. Как понятно из названия раунда, господа, вам предстоит задавать друг другу каверзные вопросы для того, чтобы обнаружить брешь в рассуждениях в логике противника. Что ж, первым должен говорить господин Рущук, значит, задает вопрос господин Лепсибаев. Я не буду учитывать время на задавание, формулировку вопроса, но попрошу вас быть максимально кратким. Хорошо. Как вы считаете, сколько финансов потребует создание таких центров и сколько их будет? И в рамках какого административного, ну, условно говоря, кто будет администратор создания вот таких вот центров реабилитации? Кто будет управлять, ведать и так далее. Да, да и сколько денег самое главное на это предполагается строить. Итак, господин Рущук, ваши 60 секунд на формулировку ответа начались. Хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, скорее вопрос, честно говоря, не ко мне, потому что про финансирование мне очень сложно сказать, про то, какое количество это должно быть, я сейчас пришел на эфир говорить о том, что это очень важно, что этим необходимо заниматься, и вот в этом контексте это один ответ. Отвечая на вопрос, сколько должно быть, как минимум один центр в городе Астана, он прям обязан быть. И в каждом городе я считаю, что он обязан быть. То, что вы говорили о профилактике, да, это важно, это первичная история, это еще важнее, но при этом мы говорим сегодня о реабилитационных центрах, должны быть они или нет. Они должны быть, это да. Это должны быть хорошие учреждения, у которых есть лицензии, которые работают по научно доказанной программе, которые все прозрачно, у которых все видно, у которых работают квалифицированные специалисты, чтобы можно было пить с проверкой, все было отлично и адекватно там. Хорошо, вы досрочно закончили ответ, я его принимаю. Кстати, напоминаю, господа, что правила нашего проекта не оговаривают то, насколько точно, полно или не полно, собеседник, оппонент ответил на вопрос. По большому счету, те 60 секунд, которые вам даются на формулировку ответа, это ваши 60 секунд, я в них не вмешиваюсь и никак не оцениваю полноту ответа. Итак, господин Рущук, в вашу очередь задавать вопрос. Я также не буду замерять время на формулировку, но также попрошу быть максимально кратким. Хорошо. Хорошо, если вы говорите, что не нужно реабилитационного центра конкретного именно для детей, тогда мы рассматриваем какой-то способ, я представляю себе так, что это работает с ним психолог, либо нарколог, либо он просто дома закрыт, там какие-то другие способы, но не реабилитация, тогда, если он срывается, и вдруг эта дозировка оказалась смертельной, кто в ответе за это, кто в ответе будет? Хорошо. Вопрос понятен, надеюсь, ваша минута на формулировку ответа началась. Ну, скажем так, я за то, чтобы этим занимались в рыночной конкурентной среде те организации, которые уже занимаются. То есть частные реабилитационные центры – это раз. Второе – это у нас есть достаточно много психологов, да, психотерапевтов, которые есть. И третье – мы почему-то все время забываем про родителей. Вот у нас генпрокуратура, она все время привыкли, они работают чисто по бумажкам, да. Мы еще сильно забываем, да, что первыми, то есть первые, да, кто должен выводить ребенка, это же мы говорим именно про несовершеннолетних, из вот этой вот пагубной зависимости, это должна быть социума, в первую очередь родители при помощи соответствующих специалистов, как, ну, частично сейчас это и происходит. Поэтому я думаю, что надо не создавать непонятную, да, квази-государственную какую-то, опять, контору, да, да, еще непонятно, да, то есть на какие средства, а надо просто более, скажем так, усилить эффективность действующих механизмов. Замечательно, вы также несколько досрочно завершили свой ответ, но я его, опять же, принимаю. Что ж, настало время нанести друг другу, господа, еще по одному интеллектуальному выпаду, и снова очередь задавать вопрос переходит к господину Лепсибаеву. Александр, как вы считаете, у нас в Казахстане достаточно ли будет специалистов, чтобы открыть такие, скажем так, центры, хотя бы в каждом областном центре, да, потому что, ну, нету смысла открывать только в Астане, в Астане их и так штук 5 или 7, сука, я помню. Если, то есть, где мы возьмем столько специалистов, и где мы возьмем, скажем так, столько детей, потому что у нас их 72 человека, да, всего лишь в Казахстане. Одну минутку, ваши 60 секунд на ответ начались. Отлично. Нюанс в том заключается, что в Астане есть около 7 реабилитационных центров, но они не имеют права работать с людьми до 18 лет, потому что я работаю в некоторых из них сейчас. К сожалению, мы не можем предоставлять эти услуги. Да, легально, допустим. Ну, вообще этого нет, просто невозможно. Поэтому необходимо это создавать. Каким образом? Необходимо, да, работать комплексно и с родителями одновременно, и с детьми. Специалистов хватит ли? Необходимо их создавать, потому что, вот, например, я аддиктолог, я отучился в Украине. Здесь нет ни одного вуза, который может выпускать специалистов-аддиктологов. Здесь просто этого нет вообще. Тогда, да, вопрос, как лечить? Тогда, правда, люди приезжают с России, с Украины, либо с других стран, которые обучились. И хватит специалистов, как минимум, начать это делать грамотно в определенных, как минимум в миллионниках городах. Это будет эффективно. Время. Хорошо, спасибо огромное. Что ж, ваша очередь, господин Лорышук. Прошу. Что ж, вопрос не подготовил. Давайте про то, что почему все-таки нет? Почему вот вы думаете, что реабилитационный центр помешает, как-то он навредит этой сфере, если это сделать грамотно, все, чтобы было прозрачно, все было легально, и все было эффективно вместе с родителями, со всеми, с психотерапевтами и аддиктологами это работает? Почему это плохо? Хорошо. Хорошо. Минута началась. Да, я не считаю, что это плохо, да, но я считаю, что не надо просто ничего придумывать нового, а нужно просто довести до ума, легализовать и привести в чувство, да, ввести режим лицензирования для уже существующих центров, да, и опять же, чтобы они не были государственными, потому что такие вещи лучше держать в конкурентной среде, а не отдавать, опять же, на лодку, там, непонятно, да, то ли Министерство здравоохранения, то ли Министерство высшего образования, то ли Генеральной прокуратуре, да не дай Аллах, то есть кому это вот, что, поэтому, чтобы такой ситуации не допускать, необходимо статус-кво оставить и просто довести его до ума. У вас есть еще 20 секунд? Да нет, я хочу тут еще добавлять, все и так понятно. Хорошо, принимаю. Тогда предлагаю провести, подвести промежуточные итоги, они выглядят следующим образом. Точку зрения господина Рощука, который считает, что этим надо заняться, надо создать центры реабилитации для детей и подростков, потому что в существующих центрах они обслуживаться не могут, эту точку зрения поддержали 498 человек. Мнение господина Лепсибаева о том, что не стоит зря тратить бюджетные деньги на непонятные проекты, а надо поддержать существующих профессионалов, эту точку зрения разделяют 375 телезрителей. И я констатирую, что доля зрителей, которые поддерживают мнение господина Лепсибаева, догоняет постепенно ту часть, которую поддерживает Александра Рощука. Что ж, предлагаю сделать небольшой перерыв для того, чтобы лучше разобраться в теме. Напоминаю, что наш вопрос звучит следующим образом. Нужны ли центры реабилитации для наркозависимых детей и подростков? Для того, чтобы лучше разобраться в теме, давайте посмотрим еще один небольшой материал. На 1 июня в стране на учете состояли 156 детей. Из них 82 с алкогольной зависимостью, еще 72 ребенка с наркотической. Минздрав ведет общую статистику по наркозависимости среди несовершеннолетних и не выделяет в отдельную группу употребляющих синтетические наркотики. В то же время, ведомстве отметили, что львиная доля людей, употребляющих синтетику, старше 20 лет. Генпрокуратуре отмечают рост объемов изъятой синтетики в три раза. Так, за три года ликвидировали 122 нарколаборатории, пресекли деятельность 17 организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков. Из незаконного оборота изъяли 37,5 тонн запрещенных веществ. Что ж, я тоже подготовил для вас, господа, по одному вопросу. Надеюсь, они не покажутся вам, так сказать, невежливыми. Впрочем, даже если покажутся, мне все равно, потому что в нашем проекте главное искренность и честность, а совершенно не, так сказать, жалеть чувства друг друга. Господин Друщук, на ваш взгляд, когда необходимо вылечить, реабилитировать какого-то человека, обычно его в этом, скажем так, медицинском заведении изолируют. От общества, от обычных связей и так далее. В данном случае мы говорим о ребенке или о подростке. Изоляция ребенка от семьи не принесет ли больше вреда, чем пользы в данном случае? Одну минутку, ваши 60 секунд на ответ. Начались. Отлично. Вот я про это и говорю, что те реабилитационные центры, они отличные, которые сейчас есть. Но нюанс в том, что они рассчитаны и программа рассматривается как для взрослых. Поэтому нужно будет желательно сделать новые реабилитационные центры с этой же программой. Просто видоизменить. Каким образом? Для того, чтобы это было легче, для того, чтобы это было проще переживать, учитывать многие нюансы про то, что это дети, делать больше звонков, больше встреч. В общем, разные нюансы, чтобы это было легче, эффективнее и не навредило. Потому что то, как оно сейчас, это, пожалуй, сложно. Мы можем сравнить это с чем? С тем, что есть реабилитация смешанная, а есть реабилитация только для девушек. И это уже другая история. И там много моментов лишних просто отсечены. И концентрация полностью идет на выздоровление, на лечение. И так же и с детьми. Это будет эффективней, если сделать отдельно. У вас еще 8 секунд. Вы закончили. Хорошо, спасибо большое. Господин Липсебаев, вопрос, может быть, не очень приятный для вас. Если, на ваш взгляд, ребенка не реабилитировать от пагубного пристрастия, оставить в семье, оставить в социуме и так далее, не столкнулся ли мы с риском того, что он станет распространять эту привычку вредную вокруг себя, навязывая ее своим сверстникам, демонстрируя это поведение в социальных сетях и так далее, не получим ли мы еще больший вред для других уже детей? Ваша минута на ответ началась. Начнем с того, что не реабилитировать ребенка нельзя. Потому что это, кроме того, что это заболевание, это еще и преступление. Тут есть еще и криминальный момент. Поэтому нет таких подходов, где ребенка нельзя в той или иной степени реабилитировать. И мы должны еще проговорить, что у этого явления есть три фактора. Есть фактор биологический, психологический, социальный. Поэтому здесь должны все три этих фактора обыгрываться. Должны и медикаментозные вещи, как-то их выводить нужно от зависимости. Обязательно должен психолог работать очень сильный. И не только с ребенком, но еще и с родителями. И обязательно должен учитываться социальный момент. Поэтому, если этим не заниматься, то, конечно, ребенок и погибнет, во-первых. Потому что он сам не выйдет ни в состоянии. Это еще не сформированная личность. Во-вторых, безусловно, окружение тоже в той или иной степени пострадает. Причем не только взрослые, но и дети его окружения. Обязательно. Стоп. Время. Спасибо огромное, господа. Итак, предлагаю подвести итоги второго раунда. Точку зрения Александра Рощука, который уверен, что нужно создавать отдельные реабилитационные центры для детей и наркозависимых. Детей и подростков поддерживают 596 человек. Мнение Чингиза Лепсибаева, который уверен, что не стоит зря тратить бюджетные деньги и надо поддержать имеющихся профессионалов в стране, разделяют 802 человека. И я констатирую, что соотношение долей зрителей, поддерживающих наших экспертов, с начала программы кардинально поменялось. На этом я завершаю раунд второй. Пришло время третьего раунда. Итоги. Поехали. Что ж, господа, у вас сейчас у каждого будет по одной минуте 60 секунд для того, чтобы подвести итог. Можно просто напомнить зрителю свои основные аргументы, можно указать на какие-то слабые места в аргументации соперника. Господин Рощук, у вас есть финальные 60 секунд, чтобы вернуть себе лидерство в голосах зрителей. Они начались. Хорошо. Я думаю, в принципе, каждому известно и понятно, что будет комфортнее проходить реабилитацию с похожим по возрасту людьми. Чем я буду, например, открываться и говорить о каких-то своих болях, почему я начал употреблять с людьми, которым 40, 50 лет, 35, женщины. Мне, возможно, будет стыдно, и я не смогу раскрыть эту причину и проблему, и тогда вопрос не решится. Важно на это обратить внимание. Да, можно совместить. Да, можно сделать, как говорят. Эффективность есть. Но если мы хотим пойти за ней больше, тогда нужно делать так, как я говорю. Эффективность будет больше. Да, это будет дороже. Ну, нужно ли экономить на детях в этом вопросе? Сомневаюсь очень сильно. У вас еще 15 секунд. Хорошо, завершаем. Что ж, господин Лепсибаев, ваша минута на то, чтобы подвести полностью итоги сегодняшних дебатов. Началась. Ну, знаете, это такая большая проблема, да, детская наркомания, она произрастает на самом деле от того, что взрослые, да, они достаточно серьезно относятся к статусу детей, да, не относятся серьезно к детским правам. И когда в обществе, да, у ребенка, да, много свободного времени и нету и социализированных институтов, да, которые позволяли бы, так сказать, с этим бороться. То есть я говорю в первую очередь, например, про засилие рекламы, да, бейкмейкеров, да, на каждом интернет-сайте. Вот такой пример, да, я говорю о том, что вот сейчас есть у нас, существуют, да, институты, которые целое, огромное количество, там, Кургава, Астана, да, много организаций, которые занимаются реабилитацией детей, в том числе, да, наркозависимых. Но почему-то вместо того, чтобы им помочь, нужно создавать новые какие-то институции, непонятно под кем, да, и опять тратить на это бюджетные деньги. Поэтому я думаю, что зрители и тот же самый генпрокурорат должна обратить внимание на эффективность этого дела. Стоп. Спасибо огромное. Итак, я останавливаю голосование и предлагаю подвести финальный итог сегодняшних дебатов. Итак, точку зрения Александра Рущука поддержали 773 человека. Мнение Чингиза Лепсибаева разделили 1248 человек. Напоминаю, что в самом начале выпуска расклад сил выглядел совершенно иначе. Значит ли это, что господин Лепсибаев оказался более убедителен или зрители приняли такое решение по какой-то другой причине, я не знаю. В любом случае, факт остается фактом. Таковы результаты сегодняшних дебатов. Это был финальный выпуск второго сезона проекта «Битва мнений». Увидимся ли в третьем сезоне? Посмотрим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова